Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 17 по 23. Послушаем это евангельское изочало в прочтении Отца Александра. Во время Он, Оста Иисус, на месте равне и народ ученик Его, и множество много людей от всея Иудеи и Иерусалима, и поморья Тирска и Сидонска, иже придуша послушайте Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхаждаше и исцеляше вся, и той возветочи свои наученики своя глаголоше, блажене нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажене алчущие и ныне, яко насытитесья, блажене плачущие и ныне, яко вас смеетесья, блажене будете, игда возненавидят вас человецы, игда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради, Возрадуйтесь, а в той день не взыграйте, Себом сда ваше много на небеси. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы становимся свидетелями первой проповеди Христа после избрания им двенадцати ближайших учеников – апостолов. «Как мы видим, ко Христу стремляется множество народа, которые жаждут чуда исцеления от обременяющих болезней и недугов. И Господь возлагает руки свои на недужных для исцеления. Люди и сами тянутся ко Спасителю, чтобы прикоснуться к Его одежде, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Именно во время этого духовного подъема среди множества людей, еще более укрепившихся в вере совершенными чудесами, Иисус Христос обращается к ученикам и народу со словом проповеди о блаженствах». Евангелист Лука, как, впрочем, и Евангелист Матфей в тексте Священного Писания употребляет греческое слово «макариус», которое можно перевести на русский язык как «счастливый» или «благоденствующий». В античном языческом мире блаженными обычно именовались боги, а также уподобляющиеся богам люди, потому что они воплощали в мифах мечту человека о счастье. Это греческое слово и его значение замечательно характеризуют саму суть христианства, которому присуща божественная радость. Рассмотрим блаженство, переданное нам со слов Христа Евангелистом Лукой, более подробно. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». В греческом языке есть два слова, обозначающие нищих. «Пенес» – это трудящийся человек, у которого нет ничего лишнего, человек небогатый, но и ненуждающийся, и «птохос», что означает «полную крайнюю нищету». Именно второй вариант и использует евангелист Лука. Святитель Хроматия Квилейский пишет, «Мы знаем, что многие бедны мирским имуществом, однако не оставили грехи и чуждые вери в Бога. Их, очевидно, нельзя назвать блаженными. Блаженны те, кто, презрев богатство мира и отвергнув мирское имущество, захотели стать бедными в мире, чтобы стать богатыми в Боге». Другими словами, нищета духовная – это крайняя нужда в Боге, осознание своей абсолютной беспомощности без Него. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь». Эти слова Спасителя, по мнению Александра Павловича Лопухина, относятся ко всем людям, которые имеют чувство внутренней неудовлетворенности и могут алкать другой жизни и плакать о неудаче, постигающей их в их стремлениях к высшему совершенству. Поэтому Господь особо поддерживает всякого голодного до правды Божьей среди греха, лжи и суеты, а также человека, сокрушающегося о своих грехах, обещанием будущего насыщения и радости. Заканчивается сегодняшнее евангельское чтение словами об особом дне, когда радость и веселье будут для тех, кто отвергнет этот мир и чье имя будет поноситься за Сына Человеческого. К выдающимся качествам Иисуса относится и Его абсолютная честность. Он никогда не оставляет людей в неведении не относительно того, что их ждет, если они решат последовать за Ним. Блаженный Феофилак так поясняет нам, о каком злословии за имя Господне говорит Иисус. «Не просто поносимый блажен, но только поносимый за Христа и ложно. В противном же случае он несчастен, потому что для многих служит соблазном». Таким образом, святитель напоминает нам, дорогие братья и сестры, что мы должны быть примером добра, но не зла в этом мире. Наша верность христианской вере не всегда влечет за собой смерть, но человека, настаивающего на своем добром имени христианина, ждут оскорбления, а человека, проявляющего христианскую любовь и христианское всепрощение, насмешки. Иисусу Христу и сегодня нужны свидетели, Ему нужны не только люди, готовые умереть ради Него, но главное – люди, готовые ради Него жить. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, Благословен еси, Господи!